Новые броузеры под Windows XP. Довольно странная тема для видео, тем не менее, некоторое количество тестов я в ближайшее время с ними проведу. В качестве контроля, естественно, будет использоваться Core 2 Duo под Windows XP. Моя основная машина, которой я пользуюсь каждый день. Что буду тестировать? Я не буду тестировать, например, просмотр видео, потому что здесь огромное количество разных дополнительных вещей. То есть, тот же самый YouTube может предоставлять видео в совершенно разных форматах, вне зависимости от его разрешения. Так что, видео, загруженное 10 лет назад и год назад могут вести себя совершенно по-разному. Буду возиться в основном с нейронками. С чем-то типа вот этого вот сайта desgo.com, который генерирует картинки. В данном случае при помощи Stable Diffusion XL. Работает. Но, опять же, это двухъядерник, имеющий плюс к тому еще и SSE и SSE2 инструкции. Современный компьютер, грубо говоря. На него можно поставить 7-ку и можно поставить на него самый современный интернет-броузер. Просто я не хочу этого делать, потому что я таким образом потеряю совместимость с большинством старых программ, которыми я пользуюсь до сих пор каждый день. И, в принципе, это очень хорошо настроенная машина, настроенная примерно 11 лет назад. Установка винды здесь 2012 года, которая постоянно обновляется и поддерживается. И на ней достаточно большое количество разных старых программ, которые мне нужны время от времени либо довольно часто. Поэтому его я не трогаю. Это контроль. Здесь работает Stable Diffusion, работает ChatGPT. Практически на любой сайт можно зайти. и его использовать безо всяких проблем. Здесь стоит броузер MyPal. MyPal 68. Самая последняя на данный момент сборка от июля месяца этого года, 2023-го, где были портированы самые поздние версии JavaScript. и поэтому здесь запускается, в принципе, 99% сайтов, если сайт активно не чекает, с какого броузера ты заходишь и не обрезает трафик всем броузерам, которые он считает слишком старыми. Насколько я помню, таким дерьмом страдает Discogs. Сейчас посмотрим, кстати. В данном случае он меня пустил. С чуть-чуть более старой версией того же самого MyPal это не происходило. Но MyPal требует наличия сервис-пака 3 и наличия SSE и SSE 2 инструкций, что отметает 99% лежащих у меня ретро-компьютеров, где либо очень старый процессор, либо стоит Windows с сервис-паком 2, потому что она по умолчанию там стоит. Собственно, вот подборка машин, с которыми я буду тестировать. Тесты уже частично сделаны. О некоторых результатах вы уже в принципе в курсе, потому что, например, вот эта вот машина это мой двухпроцессорный Pentium 3, где заработала часть сайтов под сравнительно новым броузером. Вот его начинка. Ничего особенно интересного нет. Старая серверная материнская плата с гигом оперативной памяти, как видно, два ядра, два физических ядра. Машина, в принципе, ведет себя как слегка глючная версия моего Cora 2 Duo. Она, естественно, довольно часто подтупливает на тяжелых сайтах. Все грузится далеко не так быстро, как грузятся сайты на Cora 2 Duo, но тем не менее машина сравнительно удобная, потому что если какой-то сайт или какая-то тяжелая программа загрузит одно ядро по максимуму, то оболочка системы все равно продолжает работать нормально, и можно фоном делать еще что угодно. в отличие от машин, не имеющих двух ядер и не имеющих возможности использовать гипертрейдинг, там, если вдруг одна программа начинает грузить процессор, ложится буквально все. Здесь еще одна контрольная машина, тоже, наверное, довольно-таки известная, это мой Celeron D, предыдущая инкарнация моего Cora 2 Duo. Компьютер конца 2005-го, начала 2006-го года восстановленный до примерно его оригинальной конфигурации и ДЕ жесткий диск, потому что в этом компе сдох SATA-контроллер. В остальном, в принципе, полностью рабочая машина, естественно, списанная, потому что она уж больно тормозит и тупит в интернете. Тот же самый YouTube на ней стал практически невозможен к использованию. Здесь, внутри этого жесткого диска стоит резервная копия без обновлений той же самой операционной системы, которая стоит на моем Cora 2 Duo Windows XP с сервис паком 2. Сервис пак 3 я поставил позже, когда мне потребовалось использовать MyPal 68. До этого я сидел в интернете в течение 10 лет на машине, которая не имела ни одного обновления и при этом не получил ни вирусов, ни каких-либо подобных вещей. Машина вполне себе рабочая и поставив на нее браузер Serpent из свеже найденных в интернете и обновляющихся каждую неделю, я сумел запустить там в принципе те же самые сайты, тот же самый desgo.com, запустить нейронки, запустить чат GPT, здесь все работает точно так же, как на моем двухядернике, при том, что здесь невозможно пользоваться ютубом, потому что он начинает жрать 100% процессора и это ложит машину не на обе лопатки, но близко к тому, потому что это одноялерник, хоть и с гипертрейдингом, не очень приятно пользоваться этой машиной, потому она стоит в списанных, но при этом она используется регулярно, ну или как минимум время от времени, desgo.com кнопка run, которую вы видели, я нажимал, которая собственно запускает джава-скрипт, которая передает всю информацию к нейронке и потом возвращает изображение, на этой штуке подгружается наверное секунд через 10-15 после того, как запустился весь остальной сайт, так что на первый момент я подумал даже, что она уже здесь, даже здесь не запускается, если что на пентиометре она так и не появилась вообще, поэтому сайт desgo.com я полагаю, что на всех последующих машинах спускаться уже не будет, так мы видели эти две, эту я пока отставляю в сторону, главное сейчас не замаровать кота, кот в шоке, кот все в порядке, и мы переходим к рассматриванию вот этой вот машины, это у меня следующий подопытный, это у меня отлон XP, одноядерная машина с тактовой частотой 1.2 гигагерца, с гигабайтом оперативной памяти, то есть по сути дела одноядерный вариант вот этой машины, здесь у меня гигагерцовый Pentium 3, здесь у меня 1.2 гигагерца отлон XP, сравнимые по производительности машины, насколько я в принципе могу судить, пока еще не поставил сюда винду, поэтому по результатам этих опытов ничего толком рассказать не могу, но как раз этим я и собираюсь заниматься сейчас, ставить сюда операционную систему, накатывать броузер, и какое-то время сидеть и смотреть за тем, как работает эта машина, какие сайты запускаются, какие нет, что на ней можно сделать из-под имеющихся броузеров, броузер скомпилирован, есть версия броузера Serpent, которая будет работать на машинах без SSE2 инструкции, типа вот этих вот двух, тогда как вот здесь SSE2 инструкции в процессоре присутствуют, как и на всех более современных компьютерах, так что по сути дела мы имеем дело со старым дерьмовым, но новым компьютером и уже конкретно ретро машинами несовместимыми с более современным программным обеспечением. Все, что компилировалось например под Microsoft C++ с версии 2015 года компилируется автоматом под SSE2 инструкции и соответственно на этих машинах эти программы даже не запустятся. Это можно сказать и про броузер. Выпускаем кота и переходим к последней машине. это у меня самый бастодонт Celeron 533 Мегагерца Mendocino это значит отсутствие SSE инструкций тоже то есть это Celeron времени Pentium F2 а не Pentium F3 здесь у меня полгига оперативной памяти максимум сколько это материнская плата за ограничение 810 интеловского чипсета может определить и это будет скорее всего основная проблема этого компьютера потому что если сюда можно поставить гиг и это в принципе позволит данным браузером дышать потому что я заметил что потребление ими памяти саморегулируется где-то в районе 610 640 мегабайт сюда естественно это не влезет поэтому здесь нужно будет четко следить за потреблением памяти и когда оно будет подбираться к моменту когда физическая память закончится и начнется сваппинг на жесткий диск браузер надо будет закрывать открывать снова для этого я пользуюсь такой программой как процесс explorer ее можно в принципе найти в интернете версию совместимую с windows xp она вполне себе неплохо запускается даже под такими старыми машинами и в принципе можно таким образом регулировать потребление памяти на этих машинах это я делаю если что я на своем основном компьютере регулярно там 2 гигабайта оперативной памяти всего 2 разница в том что на этих машинах я не смотрю youtube а на той машине регулярно а youtube это самый прожорливый сайт в интернете он начинает жрать всю память сколько ему дашь и довольно серьезно еще при этом нагружает процессор именно поэтому youtube не входит вообще в это тестирование на этой машине я успешно запустил одну из версий чата gpt и одну из версий нейронки чуть ли не основной ее релиз stable diffusion xl которая работает в коллабе на сайте хагенфейс .com если я ничего не путаю вот она заработала но у нее огромные очереди на использование потому что это свежевыложенная нейронка по генерации картинок она очень популярна и к ней постоянно обращаются поэтому там очередь бывает на генерацию одной картинки на полчаса поэтому я это даже на камеру показывать не буду если что сегодня я наверное закончу только тем что я поставлю сюда операционную систему до этой машины в видео точно время не дойдет это будет отдельная вещь я скорее всего потрачу какое-то время на то чтобы посидеть за этим и этим компьютерами составить свое собственное впечатление о том насколько хорошо или плохо они работают в интернете с современными браузерами и потом просто изложу это ничего особенно не показывая так как я это делаю сейчас вот этими двумя машинами основная причина по которой я это делаю таким образом дерьмовая камера если я буду этой камерой снимать экран компьютера на это видео никто не будет смотреть я уж точно не стал бы смотреть подобные видео в интернете потому что если честно ни херена не видно это больше аудиоподкаст на данный момент чем серьезно снятое видео поэтому сразу извиняюсь если кто-то хотел посмотреть на экшен но экшена сегодня не будет разве что установка винды и то я полагаю что это уже тоже стоит сделать за кадром следующее видео наверное будет с моими впечатлениями от использования нейронок на этих двух машинах если вдруг внезапно вот этот компьютер будет себя вести более-менее нормально то возможно я переключусь еще на какую-нибудь более старую машину как варианты у меня есть 300 стеллерон с 256 мегабайтами оперативной памяти и с таким же количеством AMD K6 но с ним большая проблема у меня на нем в принципе не ставился ни один современный броузер спасибо за просмотр на этом закончу на сегодня видео Продолжение следует...